Массовое ДТП на Фрунзе, к счастью, обошлось без пострадавших. На этом участке дороги столкнулись пять машин – «Мерседес», «Лада Гранта», «Лексус», «Газель» и «Хендай». Все автомобили двигались попутно со стороны «Юбилейной» в направлении революционной. В данной аварии усматривается вина девушки на «Мерседесе». По предварительной информации, она отвлеклась и спровоцировала массовую аварию. Все транспортные средства получили значительные механические повреждения. Оформлением аварии занимались сотрудники Тольяттинской госавтоинспекции. В ГИБДД еще раз напоминает – водителям стоит быть внимательными и дисциплинированными на дороге. Помните, что от ваших действий за рулем зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения. В 17-м квартале в доме номер 41 по улице Тополиной произошла трагедия. Как стало известно, женщина, проживающая на седьмом этаже, мыла оконную раму, сорвалась и упала вниз. Как сообщают очевидцы, до прибытия врачей она была еще жива. К сожалению, прибывшим медикам спасти женщину не удалось. Травмы, полученные в результате падения, оказались и несовместимы с жизнью. ДТП Если все произошло ваше отсутствие и автомобиль не мешает потоку, то можно пройти в ближайшей организации в поисках камеры видеонаблюдения. Если видео имеется, попросить сохранить его для дальнейшего запроса из полиции. Если все же автомобиль мешает потоку или камер вблизи не нашлось, то вызывайте к месту сотрудников ГАИ по телефону 22-80-05-93-60-50. Прибывший инспектор зафиксирует ДТП, возьмет у вас объяснение и отдаст вам копию определения о возбуждении дела. ДТП 4 ноября пропала Красова Елена Сергеевна, 98-го года рождения. Ровно месяц девушка не выходит на связь с родными и близкими. Приметы. Рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы светлые, глаза кари зеленые. Была одета в бежевый пуховик, черную с капюшоном толстовку, черные джинсы и светло-сиреневые кроссовки. Носит очки с черной оправой. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении данной девушки, просьба сообщить по единому номеру 112.